Сегодня поговорим про вопрос, и попробуем ответить на вопрос, а как наука повлияла на искусство? Конечно, это огромная тема, здесь, наверное, одной лекцией не обойтись, но какие-то небольшие сюжеты, иллюстрации я продемонстрирую. И сразу хочу сказать, что это, конечно, не исчерпывающий обзор, и то, как наука повлияет на искусство, вопрос гораздо более глубокий. Мы с вами просто по верхам пробежимся, но эти иллюстрации, возможно, вдохновляют вас немножко больше прочитать про искусство, немножко больше прочитать про науку, немножко больше прочитать про те эпохи, о котором сегодня пойдет речь. Первый тезис, с которым я сегодня хочу начать, что долгое время, на самом деле, практически до 15 века доминирующим видом искусства была архитектура. Потому что, если вы попытаетесь найти вообще картину, то картин-то, собственно говоря, и не было. Картины появляются только, дай бог, в 15 веке, в 14 веке, в 13, такой, как мы понимаем, классическая картина. А до этого доминирующий вид искусства – это архитектура. И именно в архитектуре появляется изобразительное искусство, поскольку появляются фрески, мозаики, так называемая монументальная живопись. Архитектура самая первая, она греческая, если вот смотреть историю искусства, был еще Египет, но европейская архитектура, она вся вырастает из греческой школы. Вот такие замечательные колонны. Дорический ордер, самый-самый старый. Потом ионические – это колонны Казанского университета, главного здания. И, наконец, Каринский ордер. Вот эта вершина называется Капитель. Капитель – это корзина Аканфа, это просто-напросто букет цветов, которые у нас наверху колонны находятся. Вот так это все выглядит. Действительно, справа мы видим главное здание Казанского университета, выполнено в классическом ионическом стиле. Так вот, греки, в общем-то, использовали довольно простую архитектуру. Это просто стоечно-балочная система. Мы можем буквально коробок спичек, какой-нибудь блокнот взять, у нас получится то же самое. Это столбы, а сверху перекрытие. Но вот так вот реконструкция Парфенона, как это все выглядело, эта красота, просто, но изящно, монументально, благородно. Там есть целая теория пропорций, какая должна быть высота колонны, какая должна быть высота и толщина перекрытий, крыши и так далее, чтобы это все выглядело очень гармонично, очень пропорционально. Ключевая вообще идея греческого искусства, это, конечно, пропорциональность. Красота есть пропорциональность. Что нам кажется красивым, то, что пропорционально. Что нам кажется уродливым, то, что не пропорционально. Это формула вообще классического искусства. Ну вот, собственно говоря, фотография главного здания Казанского университета. Тут, конечно, нет фронтона, нет такого треугольника, но, тем не менее, колонны, конечно, они выполнены по всем стандартам классической архитектуры греческой. Но потом появляются римляне после греков. Я надеюсь, вы хорошо помните учебник по истории за пятый класс. Все ходили в пятый класс, и у вас там была история, там вам рассказывали, что были греки, там был Александр Македонский, а потом появились римляне. Римляне, на самом деле, когда завояли Грецию, надо сказать, что они были достаточно, ну, а первое, умными ребятами. Во-вторых, они понимали, что греки-то в архитектуре и скульптуре ушли довольно далеко от римлян. Римляне с удовольствием копировали греческое наследие, с удовольствием. Но есть нюанс. Если, например, в скульптуре греков превзойти, в общем-то, римляне не смогли, да и там уже, в общем-то, и некуда дальше. Уж так хорошо они копировали реальность и нашли вот эти идеальные пропорции. То, что касается архитектуры, римляне греков превзошли. И превзошли они с помощью инженерной мысли. Так вот, первый такой тезис, да, что первая наука, которая помогла искусству, это именно инженерная наука. Потому что с помощью инженерной науки римляне смогли построить такую замечательную штуку, как арка. Вот арок у греков не было. Они инженерно до этого не додумались еще. А вот римляне додумались, смогли рассчитать так, что камни с помощью цемента, да, скрепляли, и сверху замочный камень, и получается арка. Мы нашу жизнь вообще без арок просто себе не представляем. Конечно, здесь вот тяжело найти арку, да, но я думаю, что вы знаете, что есть куча зданий, которые строятся именно благодаря арочному строителю. И это придумали римляне. Мало того, что придумали, возможно, даже не они придумали, да, но они это внедрили в промышленный, так сказать, оборот, в гражданское строительство. А если мы купол развернем на 360 градусов, арку развернем на 360 градусов, то это вот купол. И следующее изобретение римлян – это купол. Потому что у греков такого не было. У греков это просто ангар. И храм – это большой ангар. А у римлян храм – это еще и вот такое купольное строение. На фотографии мы видим это пантеон в Риме, пантеон всех богов. Так вот, естественно, вы абсолютно правильно сказали, что кирпичи между собой, вы можете дома поэкспериментировать или в сарае где-нибудь между собой, и не просто скрепить их невозможно, да. То есть балки скрепить можно. Если вы поставите вот так вот балки и сверху перекрытие, то они будут стоять у вас. А, конечно, арка без бетона совершенно невозможна, и вы абсолютно правильно сказали. Поэтому химия здесь тоже была важна, да, потому что как минимум нужно было уметь добывать известь, да, потому что бетон римляне делали из извести. Следующее, о чем я хочу сказать, и вообще появление науки как таковой, да, это, конечно, эпоха Возрождения. Это эпоха Возрождения, и здесь нам уже будет наука нужна не прикладная, а теоретическая. Потому что именно в эпоху Возрождения появляется научное мышление, то, как мы это знаем сейчас. То есть человек эпохи Возрождения – это, в первую очередь, ученый человек, который настроен на познание мира. Давайте посмотрим, что привнесла нам эпоха Возрождения с точки зрения синтеза науки и науки искусства. Конечно, в первую очередь, это, вообще, нужно философские основания того, что мы теперь наукой занимаемся. А философское основание – это очень важный момент, что в эпоху Возрождения человек становится помощником Бога, да, он ни в коем случае не становится выше, чем Господь Бог, да, но меняется вот эта вот точка зрения. Потому что средневековье, средневековье – это что означает, да, что мы как бы вот очень такие греховные, да, такие вот мы плохие, Бог очень хороший, и мы как бы вот очень сильно боимся, да, но мы ему не помогаем, наша задача – это бояться. А эпоха Возрождения – это означает, что человек должен помогать, помогать Богу, возвращать утерянную красоту. Почему Возрождение? Потому что идея заключается в том, что мы должны возродить вот это античное наследие, которое было утеряно средневековье. А как это вернуть? Вот наука здесь нам поможет, поможет нам познать этот мир, который сотворил Бог, в эпоху Возрождения никто не отрицает то, что Господь Бог действительно существует, да, но мы должны ему помочь, мы должны ему в этом помочь. И наука, она помогает, она помогает художнику, она помогает ученым, она помогает обществу. Начинается рост научного знания, появляются телескопы, появляется систематическое описание мира, да, ну, пока это такие первые шаги. Вот, революция в науке и познании происходит. Что касается живописи, живопись, она отделяется от здания, да, и становится самостоятельным видом искусства, да, картины, как мы их понимаем. Но раз мы теперь познаем реальность, то следующий шаг, который делают художники, они начинают копировать реальность, копировать ее. А наша реальность, наша реальность, она трехмерная, мы вообще видим с вами мир довольно трехмерно, да, он у нас не плоский, мы такие с вами существа замечательные, что природа нас наделила стереоскопным зрением, мы видим глубину пространства, мы ее можем оценить, да, и благодаря этому мы не сталкиваемся лбом об стену, да, ну, иногда, да, то есть мы вот можем оценить, сколько шагов нам надо пройти до поворота и так далее. Если бы у нас был бы один глаз, да, ну, нам бы это было сложновато было сделать. Так вот, изначально, вот если XIV век посмотреть, например, Джотто, да, то он такой двухмерный, да, вот глубина пространства, она не считывается хорошо. Но чем дальше мы смотрим по времени, тем больше художники начинают работать с глубиной пространства. Все больше и больше они обращают внимание на копирование реальности и вот этого подобия. И в конце концов это выражается в том, что на помощь художникам приходит геометрия и математика. Следующая наука, которая, конечно, повлияла на мировое искусство, это геометрия и математика. Поскольку, если кто-то учился в художественном училище, да, и его посещал, то вы, конечно, знаете, что такое закон линейной перспективы. Это то, с чего начинается обучение профессиональному художнику, да, закон перспективных сокращений и линейная перспектива. Поскольку настоящий художник, копируя реальность, должен изображать предмет, чем он дальше, тем он меньше. И там есть математический закон, это можно посчитать. Человек, который посчитал математически, насколько предмет уменьшается при удалении от человеческого глаза, это Филипп Брунеллеске, знаменитый флорентийский, он был архитектором, построил вот такой замечательной баптистерии, и его же нарисовал таким образом, да, что отражаясь на зеркале, он правильно рассчитал пропорции здания. То есть вначале он это посчитал математически, а затем сам нарисовал, несмотря на то, что он был скульптором, конечно, рисовать он умел хорошо, и, как понимаете, черчение он знал неотлично, не бывает архитекторов, которые не умеют чертить, он нарисовал вот этот баптистерий, у него все сошлось, все пропорции сошлись, и закон перспективных сокращений стал просто методичкой. В Италии стали печатать методички для художников, что-то типа учебников, распространять вот это знание, и все художники стали писать свои картины, используя вот этот вот геометрический закон. Поэтому, чтобы стать хорошим художником, нужно иметь твердую руку, знать черчение и знать, конечно, геометрию. Конечно, профессиональные художники пишут это по наитию, да, и профессионалы, конечно, кто всю жизнь этим занимаются, им не нужно рассчитывать это с помощью калькулятора, но, тем не менее, знать этот закон, безусловно, надо. Кроме того, что есть понятие перспективных сокращений, есть понятие точка схода. Что такое точка схода? Точка схода, представьте то, что вы стоите на железной дороге, или просто на дороге какой-то, которая уходит в горизонт. В конце концов, эти линии превратятся в точку, превратятся в точку. На картинах также можно найти эти точки схода, их может быть несколько, в зависимости от вот этих вот направлений. И эти линии, они управляют нашим вниманием. Следующее изобретение вообще эпохи Возрождения – это управление вниманием. Хороший художник – это хороший режиссер. Вы когда ходите в кинотеатр или просто в театр, вы смотрите какую-то постановку, и знаете, что режиссер, который снимал это произведение, он управляет вашим вниманием, чтобы вы не заснули в кинотеатре. Также и хороший художник, он управляет вашим вниманием. Ну вот здесь вот фреска Мазача Троица, справа пунктирными линиями показана точка схода. Мы смотрим на распятого Иисуса снизу вверх, снизу вверх, и поэтому точка схода, она внизу. И кажется, что как будто в стене такое углубление, да, как будто это настоящее. А на самом деле это просто фреска, это нарисовано, это обман зрения, но обман, который заставляет нас поверить, что действительно мы видим распятого Иисуса. Или, к примеру, вот такая вот глубина у Леонардо, это Мадонна в скалах. Существует две версии этой картины, одна находится в Луаре, в Париж, другая в Национальной галерее, в Лондоне. Здесь также вот эта глубина пространства, скалы, как из властелина колец, да, и все кудрявые. Вот сразу можно узнать Леонардо. А Леонардо управляет нашим вниманием благодаря жестам, потому что герои картины показывают друг на друга глазами, жестами, и наш взгляд скользит по этому треугольнику. Треугольник, если кто-то пойдет на курсы фотографирования, то вам будут рассказывать про треугольную композицию. Это также изобретение эпохи Возрождения, да, треугольник, самая устойчивая фигура. Опять геометрия. Геометрия искусства идут рука об руку. Здесь на Тайной вечере вот эта вот знаменитая фреска в Милане Леонардо, которая, конечно, она в хорошем состоянии, вообще там состояние, конечно, не очень хорошее у нее, то мы видим как раз-таки вот эту вот точку схода, она прямо над головой в центре фигуры Иисуса, и вот эти вот линии, да, как будто бы это, как железнодорожные такие пути, да, по картине идут, и она углубляется туда, да, идеальное распределение, идеальные пропорции, идеальные цвета, которые делают эту картину равновешенными. Вообще искусство Леонардо – это так и того, все то, что было изобретено в эпоху Возрождения, в конце концов Леонардо применил на своих полотнах. Ну, не все картины, конечно, сделаны с помощью вот этой вот четкой линейной перспективы, чтобы обязательно это были линии, да, не всегда мы в жизни встречаем, что у нас какие-то линии расчерченные, да, я сейчас смотрю сюда, я вижу вот это вот ограждение, и оно у меня как бы направляет движение моего взгляда, ведь в природе иногда такие линии не встречаются, но тем не менее глубина пространства, глубина пространства – это важнейшая характеристика живописи. Давайте перенесемся через много-много веков вперед, потому что времени у нас не так много, и поговорим уже о современности, о XIX веке, об импрессионизме и как появился импрессионизм, потому что до импрессионизма, конечно, живопись экспериментировалась с различными жанрами, это были различные стили, акцент делался на сюжетах, то рисовали классические сюжеты, античные, библейские сюжеты рисовали, потом начали рисовать сюжеты, связанные с жизнью обычных людей, кто-то рисовал античные и библейские сюжеты в такой обстановке, в которой жил художник, кто-то, наоборот, стремился к натуроподобию и так далее, но все изменилось во времена импрессионистов, почему? И здесь два изобретения, опять наука и техника меняют полностью игру. Первое, изобретают тюбики, тюбиков ведь не было, мы сейчас привыкли жить с тюбиками, зубная паста у всех в тюбиках находится, и мы как-то даже и не задумывались, а когда это появилось? А появилось это в XIX веке, а как это повлияло на художников? У художника это появляло очень просто, раньше художники самостоятельно готовили краску, это трудоемкий, очень долгий процесс и дорогой процесс, например, синий цвет, это самый дорогой цвет в эпоху Возрождения. Я рекомендую, если кто-то не посмотрел фильм, обязательно посмотрите, девушка с жемчужиной сережкой, и там показан процесс, как художник Ян Вермеер готовит краски для того, чтобы писать свои картины. То есть это очень долгий, трудоемкий процесс, и любой художник, это не просто человек, который умеет писать масляными красками, или рисовать графику. Это еще и человек, который умеет готовить краску. Краску надо было просто приготовить, ее в магазинах, собственно говоря, могли и не продавать, не везде она была. А с тюбиками все, это уже современность. Вы покупаете тюбик с краской, покупаете кисточки, и вуаля, вы художник. А сейчас вы можете спокойно заказать тюбик где-нибудь на озоне, он к вам придет, пожалуйста, рисуйте. Но дело не в том, что у художников появилось больше времени. Дело в том, что художники смогли писать картины на улице, и это называется «плен-эр». А раньше художники вначале выходили на улицу, карандашом набрасывали себе такой небольшой эскиз, возвращались в студию и долго, тщательно выписывали каждый сантиметр. Выписывали так, что если вы подойдете к картине, да, близко, то вы увидите, собственно говоря, все детали. У импрессионистов все не так. Они пишут на пленэре, на свежем воздухе, и пишут быстро. Почему? Потому что их задача – это передать свет, по сути, нарисовать свет. А свет, он очень быстро меняется. Вы когда идете на закате, да, вроде такой, вот закат красивый, пойду посмотрю его с той точки, до какой-то точки дошли, все, заката уже нету, потому что солнце очень быстро садится. Солнце очень изменчиво, погода очень изменчива. А вы видите, очень красивый вот этот момент, да, и не было цветного фотоаппарата, а хочется его запечатлеть, поймать впечатление. Что такое импрессионизм? Impression – впечатление, impression по-французски. Впечатленцы их назвали, да, журналист назвал их впечатленцами, но он хотел их обозвать, унизить, а на самом деле этот журналист дал название целому направлению живописи, впечатленцы. Так вот, задача их была совершенно новаторская – успеть нарисовать улетучивающееся мгновение, исчезающий свет. Для этого надо писать очень быстро, эскизно. Мазки должны быть короткие, мазки должны не смешиваться, да, на полотне. И вот получаются такие картины, как, например, восход солнца. Солнце всходит быстро. Если вы посмотрите на тень лодки, которая у нас, ну, в условном центре композиции Клода Мане находится, то тень лодки передана буквально шестью мазками. Ну, шесть мазков – это буквально 6-7 секунд для хорошего художника. То есть эта картина, она носит действительно эскизный характер, очень быстрый, это набросок. Но это большая идея, то, что непередаваемое впечатление восхода солнца, впечатление, которое должно зрителя поразить своей атмосферой. И вот как будто мы уже на севере Франции и видим вот этот вот замечательный восход солнца. А еще один момент, который повлиял на наших замечательных импрессионистов, это, конечно, изобретение фотографии. Уже тогда художники поняли, что фотография также изменит игру. Зачем копировать реальность и писать картины, которые будут натуралистичны, если фотоаппарат справляется с этим лучше любого художника? Ни один художник не нарисует вам так, как ваш замечательный айфон или другой телефон с хорошей камерой. Он лучше передает реальность, а впечатление он, наверное, передать так не сможет. Атмосферу он создать не сможет. Поэтому искусство с повлиянием фотографии, конечно, многое, с одной стороны, потеряло, потому что теперь мы не копируем реальность, а с другой стороны, выиграло, потому что эта проблема копирования реальности, она была, в принципе, уже решена. Ну и еще один момент, это уже более такая сложная вещь, это открытие японской гравюры. Это не совсем уж про науку, это больше про историю географии. Европейские художники увидели, что можно писать по-другому, можно делать совершенно другие композиции, не нужно упираться в ту методичку, которую разрабатывали с 14 и 15 веков. Можно писать по-другому, другими диагоналями и искать другие композиции. Передавать, ну, как я вот сказал, мимолетное впечатление, быстрая зарисовка с натуры, почему пленэр, потому что мы пишем эту натуру очень быстро, и эскизная техника. Например, вот такой вот вокзал Сен-Лазар. Отметьте, что здесь стеклянная крыша, это также то, что появилось в 19 веке, это то, до чего дошла инженерная мысль человечества, что появились стеклянные крыши, раньше такого не было. И весь вокзал в солнечный день, он совершенно был чудесный, поскольку такие цвета переливают. С одной стороны от паровоза идут вот эти вот клубящиеся дым, с другой стороны черные, черная копоть, а с другой стороны у нас еще и свет такой яркий, очень солнечный день. И все это вот смешивается, получается такая замечательная картина, действительно очень атмосферная, как будто мы там находимся. Или вот такой завтрак на траве Клода Моне, это из Пушкинского музея в Москве, можно посмотреть эту картину. У нас в России не обязательно уезжать в Париж, в музей Арсе, чтобы смотреть импрессионистов. Вот этот вот свет леса, когда у вас солнце пробивается через листву. Вот мы когда гуляем летом, мы вот смотрим, как же солнышко пробивается, а где-то в лесу тень. И вот это все передается. И как цвет одежды меняется. И все это очень и очень быстро нужно написать нашим художникам. Или, например, когда мы снизу вверх смотрим в солнечный день на траву, которая переливается разными цветами. Здесь и желтый, и зеленый, и красный, и бирюзовый. И платье как будто на этой женщине она вот эти оттенки передает. А еще у нас облака, голубое небо. И все это вместе такое буйство цвета. В центре внимания у нас не какой-то сюжет. Нам не нужно передать, кто эта женщина. Может быть, это какой-то библейский сюжет или античность. Эти картины нас ничему не учат. Здесь нет задачи чему-то, какая-то мысль глобальная. Это не какой-то роман, рассказ. Нет, это просто мимолетные мгновения. И импрессионисты, они просто писали жизнь вокруг. Ту реалистичную жизнь, которая проходит вокруг книг за 25 лет до наступления 20 века. Ну и последний пример уже современного искусства. Это австралийский художник Стелларк, который такой зачинатель сайнс-арта. Что такое сайнс-арт? Когда мы уже в современном искусстве отходим от классической картины. И все вокруг может стать искусством. Даже тело человека. И как раз Стелларк это художник, который экспериментирует со своим собственным телом. Например, здесь он сделал такой экзоскелет. Причем он говорит, что все его инженерные или технические наработки не являются наукой. Это именно предмет искусства. И он вот этим своим таким изобретением техническим, понятно, что не он там придумал какие-то вещи, он говорит о том, что есть ли пределы человеческого тела. Что такое человеческое тело? Как меняется человеческое тело? Ну а дальше Стелларк сделал такой эксперимент. Он вживил себе в руку ухо. Из специального полиуретана было сделано ухо, которое он вживил себе. И даже вживил в это ухо микрофон. И хотел подключить его с помощью обычного телефона, GSM, такого передатчика. Микрофон, чтобы любой человек из любой точки Земли с помощью интернета мог послушать, чем сейчас занимается этот художник. Это вот такой у него был перформанс. Это вот современное искусство. Ну не все пошло гладко, поскольку, да, были там медицинские некоторые проблемы, но в принципе ухо прижилось. И это ухо, оно полностью проросло у него даже капиллярами. То есть оно из такого было материала сделано. То есть это своего рода был эксперимент. И сейчас вот опыт Стелларка даже в медицине применяется, поскольку они запатентовали вот этот вот материал. И вот, например, если человек теряет, например, какую-то там часть уха и так далее, то есть вот из этого материала можно как бы восстановить часть человеческого тела. И это материал, который прорастает капиллярами. Вот такая вот интересная штука. Поэтому иногда, знаете, искусство помогает медицине. И это знаменитый художник, живущий до сих пор. Вот, последнее я скажу, немножко непроизобразительное искусство. Я хочу сказать про Бетховена. Дело все в том, что Бетховен всего написал 9 симфоний. Девятая была последняя. Но у него остались наброски 10 симфонии, да, как бы неизданной. И в 21 веке с помощью информатики уже, с помощью искусственного интеллекта загнали в искусственный интеллект 9 написанных симфоний Бетховена, а также черновики 10. И компьютеру поставили задачу дописать 10 симфонию. Вот. И действительно компьютер эту 10 симфонию дописал. Ее можно послушать. Но это, так сказать, будет домашнее задание. Просто вы можете на ютубе набрать 10 симфонии Бетховена и искусственный интеллект. И послушать, как компьютеры решают задачи, да, как наука помогает искусству не только изобразительному, но и искусству музыкальному. Спасибо вам большое. Давайте поаплодируем друг другу. Спасибо. 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 Спасибо.